Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове на директора МУПа завели уголовное дело. Об этом сообщили в областном следкоме. По версии следствия, директор одного из муниципальных унитарных предприятий получил от индивидуального предпринимателя взятки в размере 100 и 150 тысяч рублей за беспрепятственное заключение договора на поставку древесины и последующее его продление. На чиновника завели уголовное дело по статье «Взятка». Следствие в его рамках продолжается. Экономика. К 2030 году учителям в Кирове обещают платить по 50 тысяч рублей в месяц. Цифра прописана в муниципальной программе развития города. В документе отмечается, что к 2030 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата учителей школ в Кирове увеличится до 52,5 тысяч рублей, а работников детсадов до 34,5 тысяч. Также в документе сказано, что к концу 2030 года доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих муниципальный детсад, увеличится по сравнению с 2018 годом с 71 до 81%. Дефекты на теплосетях в Кирове помогают находить робот. Т-Плюс уже не первый год проводит внутритрубную диагностику участков магистральных теплосетей. В конце июня роботизированный комплекс обследовал один из двух трубопроводов по улице Молодой Гвардии между Герцена и Хлебозаводским проездом. И выявил 12 аномальных зон с утончением стенок труб и дефектов. Участок теплосети вывели в ремонт, чтобы в отопительном сезоне не допустить утечек и внеплановых ограничений потребителей. Работы уже ведутся, 5 из 12 дефектов устранено. Параллельно Т-Плюс проводит реконструкцию тепловой камеры у дома номер 90 по улице Молодой Гвардии. До 10 июля планируется полностью завершить ремонт, подать ресурс потребителям и открыть ограниченный в данный момент проезд по улице. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.